Мы едем, едем, едем. Проект под таким названием стартовал в школах областного центра. Его цель – рассказать ученикам о работе Верхневоложского автотранспортного предприятия. Как известно, именно оно работает на абсолютном большинстве маршрутов общественного транспорта Тверской агломерации. Инициаторами социального проекта «Мы едем, едем, едем» стали педагоги средней школы номер 40. Учителя объясняют, что в Твери уже год как работает новая схема пассажирских перевозок. Эпоха маршруток завершена, а значит детям снова надо прививать культуру поведения в цивилизованном общественном транспорте. Для ребят важно понимать безопасность поведения внутри транспорта, как переходить дорогу. Вообще привлечь внимание ребят к новой профессии, потому что профессия водитель теперь очень востребована на территории нашего города. И на самом деле это могут быть не только мальчики, но и девочки. Логично, что раз придумали акцию в 40-й школе, то ее ученики и стали первыми, для кого устроили экскурсию по Верхневоложскому АТП. Ребят провели по административным помещениям, ну и конечно же по производственным. Особенное впечатление произвел моечный комплекс. Я всегда задавалась вопросом, как моют такие огромные машины. И оказалось, что водители загоняют в специальный ангар машину, ее со всех сторон обмывают водой и затем идут щетки. Мне понравилась эта скорость, все очень быстро. Эта акция полезна и для нас, отмечает руководство Верхневоложского АТП. Да, сейчас штат тех же водителей полностью укомплектован. Их тут около 900 человек, но надо смотреть в будущее. А средний возраст сотрудников предприятия 40 лет. И мы хотим, чтобы это предприятие росло, жило на благо города Твери и Тверской области. И чтобы школьники, а это все-таки будущие потенциальные наши коллеги, сотрудники, выбрали для себя профессию, которая им понравится. Социальный проект «Мы едем, едем, едем» будет проходить в течение всего года. Планируется, что он охватит все школы Твери. Причем учеников ждут не только экскурсии на Верхневоложское АТП, но и творческие конкурсы. В будущем тем, кто решит тут работать, это тоже пригодится. Ведь, как говорят на предприятии, коллектив ведет еще и активную общественно-культурную жизнь.